Ну вот видите выступление за Обруч, вновь Пейчева, Паисева и Орландо Третья. Да, это правник болгарской гимнастики. И выходит болгарская сборная. Это очень сильные соперники. Они на чемпионате Европы были третьими после наших российских гимнасток и Италии. Это в многоборе. Кстати, в управлении севкокалка они в финале тоже заняли бронзовую медаль. У них очень интересное такое упражнение в темпе. Давайте посмотрим. Не совсем синхронная была ловля, мне показалось. Смотрите, какая зельба. Да, вот всего лишь навсего полторы минуты длится выступление команды, а ведь за эти полторы минуты надо создать спектакль. Полторы минуты длится упражнение у индивидуальных гимнастов, а у групповичек, групповое упражнение, оно гораздо длиннее. Длиннее, да? Да, потому что выступает пять человек, и за это короткое время, которое дано гимнастам индивидуальным, они не успевают продвинуться по площадке, иногда еще показать рисунок. У них упражнение длится больше двух минут. Ну, вот, к сожалению, конечно, элементы, они выполняют не так чистые, не так четко по форме. Прочти не имеют формы шпагата. Вот. Повороты тоже не имеют ссоромы. Вот, заковырялось, заковырялось. Да, да, заковырялось что-то. Смотрите, завязались какао-ки в один предмет. Очень интересный конец. Верелище. Вот в каждом упражнении дана быть своя изюминка. Вот как у японцев была последняя поза, так и работа с предметом у болгарок. Очень интересный изюминка, который запомнится и судьям, и зрителям. Да, но вот в этой бочке меда все-таки без ловки дегки не обошлось. Ну, у них есть сильные соперники, такие как итальянцы, Россия. Вот этот элемент очень красиво был исполнен. И Белоруссия, которые работают очень чисто по элементам, очень интересно по предмету. И я думаю, Олимпиада вообще будет интересна сама по себе. Представляете, какой там дух соперничества будет? Нельзя скидывать со счетов китайских гимнасток. Да, но если вспоминать то, что на Олимпиаде в Афинах, по-моему, один из немногих видов спорта был художественная гимнастика, где не то чтобы яблоку, маковому зерну негде было упасть. Да, по статистике это были самые востребованные соревнования. Так что будем ждать еще, что нам китайцы покажут на самой Олимпиаде. Мне кажется, это будет чертик из табакерки. Да. Вполне допускаю. Израиль. Да, сборная Израиля. Очень сильная команда. Но видите, в индивидуальных соревнованиях они не выставили никого, вот прислали команду. Очень сильная команда. Но в Израиле тоже очень много наших специалистов работало. Да, но не забывайте, в Израиле живет очень много русских, которых называют русскими евреями. Вот, а здесь их называли по-другому. Но тем не менее, понимаете, то есть это сильная гимнастика. Если я не ошибаюсь, и Венера Зарипова тоже живет в Израиле? Да. Но она не работает в художественном гимнастике, она занимается другим. Как я сказала, Израиль очень сильная страна. В Европе они шестые. Они попадают во все финалы. То есть это та команда, которая умеет сделать так, чтобы соперники вздрогнули. У них всегда, да, очень интересные музыкальные композиции. Всегда. На них действительно зрителям интересно смотреть. И вот, вы посмотрите, какие гордие узлы плетут. И как легко разрубают эти узлы. Да, и без единой заминки. Обратите внимание. Вот сейчас было не попадание такое синхрон. А участие довольно четко, уверенно. Смена ритма музыкального. Вот. Пошли тантовальные шаги. Синхронные причем. С переброской. Хорошо выполнены переброски. Посмотрите, какой рисунок у нас в квадрате и в центре гимнастка. И выполняют все разные повороты. Но одинаково по стойке. Такая пятерочка на игральных костях. И на площадке всегда рисунок. Обратите внимание. Интересные, геометрические рисунки. Это требование в групповых упражнениях. Довольно насыщенная в плане таких технических элементов программа сборной команды Израиля. Вот сейчас взаимодействие. Посмотрите, какой интересный раз. И последняя поза. То есть каждая команда пытается чем-то выделить. Как я говорила, каждая пытается найти свою изюминку. Визитную карточку. Мост спортсменки сборной Азербайджана. Еще одни представительницы бывшей советской школы художественной гимнастики. Но бывшей, наверное, в данном случае применительно к художественной гимнастике. Буслово бывшей не бывает. Все из одного корня выросли. И причем Азербайджан очень сильно поднялся перед отельскими играми, перед той последней Олимпиадой. И они сделали такой большой скачок. Сначала они в индивидуальных упражнениях, так сказать, выстрелила Динара Дематова. Но там произошла небольшая такая травма у гимнастки. Ее заменили. Но тем не менее она о себе заявила. А вот в этом году уже сборная Азербайджана в групповых упражнениях попала на Олимпиаду. Это очень серьезная заявка. Потому что эти гимнастки попадают на всех соревнованиях в восьмерку финала. И они дают о себе очень хорошие, так сказать, мнения оставляют. И хорошим запалом они выступают. Посмотрите. Да, держат очень четкий геометрический рисунок. У них очень интересная композиция. И музыкальное, и упражнения поставленные. Вот то, о чем мы с вами говорили. Богатая музыкальная культура, народная. И при этом природная пластика восточных газелей. Вот, кстати, вот в этой команде не все девочки подобраны одинаково. У нас стараются групповые, чтобы все были, так говорится... По ранжиру. Да, как есть русская такая, пословица, двое дворца одинаково с лица. Но, тем не менее, посмотрите, как девочки работают синхронно, на высочек полупальца, красиво. Ой-ой-ой, сразу себе. Да. И этого совершенно не видно. То есть, видите, какое мастерство в работе, то есть не видно, что гимнастки, одна выше, другая ниже. И вот эта досадная ошибка двух гимнасток, конечно, гораздо сильнее, у них оценка будет ниже, чем хотелось. Сейчас нарастает темп музыкальный. Упражнения двигаются к концу. Посмотрите, какой интересный будет элемент. По очереди скакалки вылетают от одной гимнастки. И третья потеря. Все, оценка будет очень маленькой. Не выдержали взятого темпа. Очень жаль. Потому что композиция прекрасная, состав хороший. И работали девочки с очень такой амплитудой, ярко, эмоционально. Да, хорошая очень музыкальная составляющая, хореографическая. Но вот не хватило, не хватило чуть-чуть техники, техники исполнения. А так, в общем, я думаю, что из того, что мы видели, это, наверное, одно из самых интересных выступлений. Да, посмотрите, какой внешний вид красивой гимнастки. Прекрасные костюмы, прически. Эти гимнастки одни из них, что здесь выглядят. Да, расстроены, расстроены девочки. Оценка сборной Израиля 16,750. Вот на чемпионате Европы оценка у них была 16,850. А это нам показывает опять индивидуальные упражнения. И сейчас мы смотрим упражнения с булавами. Элизабет Паисиева. Ну, видите, как в смешанном таком порядке нам предоставляют организаторы, значит, вот эту соревновательную программу. Четкой приверженности первое, второе, третье компот отсутствует. Вы знаете, здесь есть свой смысл. Индивидуальные гимнастки выполняют два вида. Им надо отдохнуть. Да. Потом групповые упражнения, у них же один состав, они выполняют сейчас упражнения со скакалками. Потом идет смена предметов и подготовка. Ну, здесь все логично, все правильно. Сложновато немного судей перестраивается, но это тоже показывает класс работы судей. Здесь все судьи международной категории, все высокие квалификации. Ну, я хотел бы напомнить вам, дорогие друзья, что не все судьи международной категории сейчас находятся в Болгарии. Одна находится рядом со мной на студии, в студии на Шаболовке. Боисева в двух предыдущих видах программы была второй, дважды уступив своей подруге по команде Симоне Пейчевой. В бархатном таком одеянии. Очень элегантный внешний вид. Ну, вот надо сказать, что в отличие от первых двух упражнений, это она отработала, ну, не хочу сказать, без сучка, без задоринки. Наверняка строгий судейский взгляд что-то узрит. Да, вот посмотрите сейчас, какая была неточная ловля, и она очень часто держит булавы за древко. Не за маленькие шарики, а за древко. У гимнасток этого уровня, которые претендуют на мировые чемпионаты и олимпийские игры, должны работать безукоризненно, то есть чисто. А это называется ошибкой уже. Вот опять ловля за середину была у нее. Учтена, за шарами и все, за молодочные спорты. Володочные спорты.